здравствуйте это видео не для всех почему не для всех потому что может быть для кого-то она покажется неинтересным но есть люди которые ну которые как бы когда-то были возле земли что-то делали и сейчас у них нет такой возможности поэтому я думаю что когда я пройду по своему небольшому участку и покажу его может быть какая-то ностальгия может быть какое-то такое вот ну какие-то приятные чувства ну а я покажу и отвечу на вопросы некоторых зрителей которые интересуются что же у меня на огороде какой с меня так сказать огородник ну вот это клубника которую мы уже собрали которую я срезала полностью и она уже начала отрастать заново сейчас раннее утро ну 9 часов утра был дождь вот какая она красивенькая я ее так и оставляю пока загущенной тем более я хочу рассадить здесь она уже пустила там усики и буду где-то тут как бы и разреживать немножко но не очень много не очень так это наш погреб на тому же что подготовил такие длинные знаю даже трубы наверно какие-то это придется под некоторые помидоры ставить такие опоры потому что вижу что еще пока середина лета а помидоры растут вот это здесь были была клубника я не убрала и посадила но сильное солнце она практически не принялась надо будет подсаживать вот это выросли просто такие бурьяны но я их не спешу рвать потому что постепенно для своих курей дальше первый раз у нас будет виноград уже пробовали очень вкусный будет такой куст надо будет делать опоры этому кусту потому что его прикапывать не нужно он должен переносить морозы и уже переносил морозы просто первый раз вот он дает такие плоды здесь сверху это уже виноград соседский хочу показать клубнику которая ремонтанная называется это которая будет плодить целое лето мы вот она уже разрослась мы буквально купили пять кустиком вот вы смотрите какой хорошенький такой кустик где большущая громадная просто клубника одна штука здесь еще будет клубника здесь она же и цветет этот куст кстати от этого куста абсолютно нет ни одного прутика который дает который дает вот деток тот который дает деток нет ничего никаких плодов так и вот еще вот еще будет очень красота я люблю вот такое если ему уже освободила более-менее место и наверное здесь когда когда все уберется как бы урожай то я их сюда так где-то и рассажу ну дам им возможность рассаживаться так вот это вот видите какой помидор я люблю вообще помидоры когда туда покупаешь рассаду мнение спрашивают какую вы рассаду покупаете всякую покупаю потому что я потом вот смотрю что это будет за помидорчик что это будет за помидорчик или тот который мне сказали или что-то другое и вот он тянется тянется надо будет конечно его подвязывать и по всей видимости вот этой опоры даже будет наверное мало но посмотрим вот огурцы все-таки я те кто даже занимается огурцами хочу сказать что этот метод который я в интернете подсмотрела мне понравился когда они только начинают расти я вот это все внизу все это убрала вот эти все вот тут прицепился аж внизу убирала аж до пятого листка потом дальше убирала и вообще все убирала и пустоцвет и вот эти все какие там росли побеги все это убирала и курс по моему в это время он хорошо хорошо это укреплялся и сейчас вы смотрите вот есть ветка на которой ну вообще ничего нет нет нету нету аж вот огурчик маленькая завязь идет а есть такие плети когда когда сейчас надо смотрите полностью вот огурцы вот вот все маленькие и и полностью 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 все идет 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 вот я сажаю вот на этих двух на этих двух таких рядах я сажаю трех или 44 на сорта какие никогда не запоминаю каждый раз покупаю разные на куда потянется как бы рука к чему потянется или название какое это потому что она как-то ну вот не совпадает самое главное чтобы это были разные никогда не ну как бы там звонкие названия рекомендации кого-то круче на методом тык вот это вот подсолнух сейчас я покажу тут уже он раньше как-то сейчас покажу может быть что-то я люблю или и люблю его запах нет это даже запах листья вот это вот он уже начинает зреть тут уже смотрела даже где-то птичка уже начало клевать ну птичками не буду оставлять это вот видите уже это отпадет и будут такие хорошенькие красивые зернышко может для кого-то даже открою секрет что я с этих с этих семян делают подсолнечное масло если это натуральная домашние оно очень пахнет очень полезно и в нем есть витамин много витаминов витами е ну вот это вот растут все эти как бы помидорчики не знаю ну это один на обыкновенные а там конечно есть есть разные да пока растут пока растут я немножко убираю вот здесь две листочки чтобы не разрастало сильно убираю вот эти пасынки как они там называются ну а вот это вот растет 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 пока что уже выше меня и вот труба заканчивается когда-то у нас были такие где-то я ставала на стул для того чтобы можно было сорвать ну бывают такие кусты это кусты пока что только начали расти ну тоже интересно мне смотреть потому что тоже вот видите здесь напала полностью фотофтора пришлось полностью срезать ну и ну и вот так пока сейчас покажу вам так куда же я одевала сейчас секундочку где-то вырвала два помидора и смотрите какой лист капусты это не было у меня кинза и салат и это я посадила я посадила фасоль она оказалась плетящая поэтому надо будет ой надо будет вот это все подпоры какие-то делать потому что видите где есть где есть куда плести смотрите это наверно какие человек если создать определенные условия вот фасоль уже вот аж где а некоторые пока сидят на месте потому что вот ей некуда деваться так это помидорчик тут у нас это где они тут посмотрю цикла я конечно у меру ее прорываю но это надо прорывать потому что лет где свободно растет она большая а где не свободно он даже вырвать нему а это даже одна это она лопнула так смотрите потому что я очень много поливая да это прям лопнула это большущая такая в этом году на украине очень хорошо урожай на свеклу на картофель на морковь всегда каждый год что-то лучше что-то хуже вот это у нас куст разросся я всегда вам не показываю свой асфальт потому что можно сказать как бы стесняюсь но вот мы все таки решили делать здесь здесь у нас прям постоянно стройка была и вот уже даже положили оградили покажу вам вот такой вход нас перед дом там и палки веник почему я показываю и почему мы ничего не будем делать когда-то это так когда всю страну трясет вы знаете просто от обычных об этих событий ну не охота даже что-то начинать так вот я покажу так вот я покажу вам что что я говорю не было бы счастья видите этот шпурыш упрошу разрастается я уже даже говорю мужу можете и не делать ни плитку ни асфальт смотрите какая трава может все это зарасти вот тут дырочки поделать пусть все это зарастает представляете какая красота будет так иду дальше дом тоже надо утеплять дом надо утеплять тоже планировали утеплять пока ничего не делаем этом году так вот это вот смотрите капуста капусту я вот так проверяю 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 сюда вот видите что то уже здесь конечно нет это кушает да надо будет убирать да есть там лежит и вот этой штучкой сейчас подожду а вот что ее кушает семилюбимая гусеница я когда она туда где-то западает я ее забираю глубоко я ее забираю вот так пинцетиком вот она так иди на солнце погрейся зачем моя капуста это моя капуста все выбросила ее и тоже смотрите как разно по-разному растет все вот вообще наверное ничего не будет хотя листья вон какие громадные вот что это за капуста ничего нет вот капуста которую посадила немножко попозже а вот сейчас покажу капуста которая вот здесь буквально 15 наверное головок вот какая красивая вот какая красивая то есть смотрите как все разное какое все разное какое все разное я сюда сажу все в разных местах все в разных местах сейчас покажу какая такая уже кукуруза видите как все прямо же гниет потому что идут дожди так это порец сейчас секундочку о вот такая кукурузка у нас когда появляется такая кукуруза то мы даже меньше кушаем хлеба то кукурузу я и замораживаю так и вот это вот перцы пошли я люблю перцы буду что-то с ним делать вот конечно у нас здесь нет нет таких прям толсто ну вот должен быть и ротунда должна быть толстостенная в принципе видите они две штучки растут и больше завязи нет и аж вот вот цветет то есть получается так что их надо сейчас срывать для того чтобы было растению силы наверное это завязывать еще плоды а так как оно видите все сейчас еще и солнца нет 9 часов ну то есть оно немножечко конечно в таких условиях не полевых а таких ну что должно выживать ну вообще тут приятно так посидеть посмотреть где оно тут вот смотрите и цветочек цветет здесь наверное наверное где-то и паучок есть потому что паутина вот такое царство царство перцев два метра на полтора это царство это царство кукурузы два метра на полтора Жуля я специально так посадила чтобы Жюле было не очень солнечно немножко тенек есть потому что мы ее все таки привязанной больше держим чем отвязанной потому что она иногда шкотку делает а сейчас покажу какую шкотку вот она порыла отпустили ее буквально без присмотра и вот она вырыла там себе яму ну конечно собака есть собака ну это же она вот нарыла нарыла тоже надо делать я говорю ну был бы порядок ну короче она если бы не здесь то она в любом месте может врыть сильные и большие такие ямы ну любит наверное собака вот такая сейчас летняя красота и когда у меня что-то так или хорошо на душе или наоборот вот я люблю пройти вот так последнюю эту участку небольшому посмотреть посмотреть помечтать вот это же та же самая капуста та же самая капуста та же рассада но вот она в тени видите нет условий но я пока посадила потому что здесь вообще в принципе ничего не растет не растет потому что все таки тень заборы вот одно яблоко на одно дерево мы его ждем первый раз тоже что-то нападает постоянно надо ну так как у нас всего не много то мы конечно руками там перебарываем это все вот это вот петрушечка хорошая сошла всегда я мечтала чтобы у меня был щавель вот прям щавель он даже зацвел но я правда и варила борщ один единственный раз этого щавля вот это он будет цвести даже вот цветет вот цветет красивый такой зацветает а здесь был участок с малиной ну вот эти все белые такие такие что хрущи их в землю окладывают вот такие всю 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 малину как бы загубили поэтому я сюда вот вот такие кусты у нас малины были все годы вот это все были ряды и вот такие вот две стойки вот это все была малина вот это мы и подвязывали ну пока что нет поэтому я чтобы в земляне как бы не гуляла насадила сюда на пустые места капусты некоторые но самое главное насадила так хорошо насадила фасоль и вот уже подвязала надо будет еще подвязать вот фасоль смотрите плетется вот она куда она хочет плестись непонятно вот она плетется плетется надо тоже подвязывать ну конечно ухаживать за фасолью так же как за малиной не в кайф вот а вот это о здесь тоже была подъела этот куст ежевики она должна была намного лучше быть я думала его вообще выбросить а потом думаю нет поставлю его сюда на место залила водой и он немножко отошел хотя бы уже был почти без корня вот это это первый год вот это вот ежевика по моему уже называется грязненько я вчера дождь шел если вам понравилась моя экскурсия по моему огороду если вам такое не понравилось вы уже давно отключили меня залыкась там дама ходать неизвестно что показывает это тоже кустик уже немножечко осталось с черной смородины тоже что то она правда пускает тоже эти пускает новые веточки такие ну всему надо влага удобрение солнце создать условия для того чтобы это все росло где то подвязать где то все удобрить полюбить и так дальше вот вот как говорится не судите меня очень строго да вот держу например вот не вырываю тут в таком месте где мало кто ходит вот это же вот щерыца которую вот держу вот это вот она для того чтобы я делаю малосольные огурцы продолжаю солить огурцы уже несколько трехлитровых банок у меня есть и наверное другим способом не буду делать вот потому что в основном мы едим такие наши гости тоже любят только такие ну вот это вот такое всего вам доброго посмотрю сейчас это видео может и выставлю покажу вам посмотрите какие у нас сколько у нас работы сколько в доме работы в этот частный сектор это всегда работа надо менять окна но я не хочу пластиковые надо деревянные но пока в этом году в этом году мы ничего строительством не занимаемся занимаемся ростом своего внутренним ростом смотрим немножко оглянуться вокруг себя что делается и что ты в этой жизни стоишь и что тебе делать дальше как жить ну пока вот так так вот это вот грушин что это такое это листья ну вот и и вот то что мы имеем все спасибо вам всего доброго если вы что-то узнали обо мне больше и вас расширилось какое-то представление о нашей мужем семье я только рада я ничего не собираюсь скрывать такого как бы необычного всего вам доброго до следующих видео ну и Продолжение следует...